От традиционного формата в этом году решили отказаться. Первая часть совещания прошла в поле. Фермерам показали новый образец прицепа для обработки почвы. Для сравнения было взято оборудование европейского производства и современная отечественная установка. Результаты одинаковы, а вот цена разная. В первую очередь это конечно доступность и цена. То есть данный агрегат стоит практически в три раза дешевле нашего импортного аналога. То есть он участник программы субсидирования Министерства сельскохозяйства, программы 1432. То есть 25% субсидий идет с завода-изготовителя. То есть в том, что запасные части, то есть производство, все в России производится. На заводе огромный склад запчастей, сроки реализации этих запасных частей. То есть основные преимущества именно такие. Урожай зерновых и зернобобовых убран. Производством зерна на территории муниципалитета занимаются пять сельскохозяйственных предприятий и 27 крестьянско-фермерских хозяйств. По итогам этого года было собрано более 55 тысяч зерновых и зернобобовых культур. Хозяйство ОПХ Анапа в числе лидеров по уборке зерновых культур. В общей сложности эти аграрии собрали порядка 20 тысяч тонн зерна. Главное правильно подготовить землю. Начали работать просто по севообороту. Севооборот это очень важный фактор в земледелии. В этом году также представлен был горошек зерновой. Посели 500 гектар. Происшественник очень хороший для плодородия земли. На следующий год будем сеять по нему зимую пшеницу. Как показал нам прошлый год, по горошку зерновому мы в этом году убрали 68 центнер. Третий класс пшеницы был. Еще один вопрос, который будет под особым контролем – обеспечение пожарной безопасности на полях. Это касается и нынешнего периода, и подготовки к следующему году. Требования здесь ужесточатся. Недавние пожары показали, к чему может привести попустительство в этих вопросах. Так как у нас на территории района было много возгораний, обязательно всем доведена информация о том, что и повышена административная ответственность, штрафы за сжигание стерней на полях, и обязательно полос, опашка полос не менее 8 метров достигнута, что на следующий год сев не будет происходить вдоль железнодорожных путей, и федеральных трасс, и лесополос, значит, 8 метров не будет засеяны поля и вспаханы, как требуется по пожарной безопасности. Впереди у аграриев не менее ответственная работа. Сейчас необходимо подготовить почву к посеву озимых, и здесь все идет по графику. Всего планируется высадить злаковые на территории почти в 6000 гектар. Руслан Душевский, Анапа. Регион.